В Казахстане объем инвестиций в основной капитал за два месяца текущего года составил 560 миллиардов 800 миллионов тенге, что на 2,5% больше января-февраля 2014 года. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе составила 119 280 тенге. Как сообщалось ранее, инфляция в Казахстане в феврале была на уровне 0,4%. С начала года – 1%. Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 101,9%. Напомним, расчет данного показателя осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям. Сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь составляющих 67-68% от ВВП. На геолого-разведочные работы в республике из Нацфонда в 2015 году выделено 6 миллиардов тенге, заявил глава комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициями и развитию Базарбай Нурабаев, передает ЛС. В 2015 году дополнительно выделено на геолого-разведку по поручению главы государства 6 миллиардов тенге из Национального фонда. Будет проведена поисковая работа на углеводородное сырье в 2015 году. На эти цели направляется 3,2 миллиарда тенге. Также в период 2015-2019 годов на проведение геолого-разведки предусматриваются инвестиции в порядке 900 миллиардов тенге с участием нацкомпании, крупных недропользователей и инвесторов, сообщил Базарбай Нурабаев. Из госбюджета в рамках программы геолого-разведки на 2015-2019 годы будет выделено около 120 миллиардов тенге. По информации министра по инвестициям и развитию Сетаиси Кешева, планируется финансирование мероприятия по разведке наименее изученных месторождений страны. При этом портфель геолого-разведочных работ, по словам главы нацкомпании «Казмунайгаз» Сауата Мунбаева, насчитывает около 30 проектов с ресурсами до 2 миллиардов тонн условного топлива. Он также отметил, что из-за сложившейся ситуации на мировом нефтяном рынке многие морские проекты страны могут оказаться экономически нерентабельными. В данном случае компании-недропользователи нуждаются в поддержке государства. Одним из вариантов решения этого вопроса можно рассмотреть возможность применения налоговых преференций. Это позволило бы преодолеть трудности как действующих недропользователей, так и стимулировать привлечение новых инвестиций для проведения геолого-разведочных работ, полагает Сауат Мунбаев. В Казахстане в 2015 году планируется добыть 23,4 тысяч тонн урана, пишет финансовый журнал «ЛС». Как сообщалось за прошлый год, предприятиями системы национальной атомной компании «Казатампром» добыто 22,8 тысяч тонн урана, что соответствует плановым показателям. Таким образом, Казахстан сохранил лидерство в мировой уранодобывающей отрасли, обеспечив около 40% от общемирового объема добычи урана. По итогам 2013 года объем добычи урана в республике составил 22,5 тысяч тонн. В Казахстане в феврале официальные дилеры продали 9194 автомобилей, что почти на 18% или на 1399 единицы больше, чем в предыдущем месяце, передает Казинформ. По информации Ассоциации казахстанского автобизнеса, всего с начала года реализовано 16 989 автомобилей. При этом в сравнении с февралем прошлого года спад официального автомобильного рынка в феврале 2015 года составил 18%. В разрезе стран-производителей в феврале Казахстан потеснил Японию и поднялся на свое привычное второе место. Эксперты Ассоциации казахстанского автобизнеса отмечают, что повышение уровня продаж в первую очередь связано со снижением цен в автосалонах. Многие официальные дилеры предлагают клиентам скидки в диапазоне от 10 до 50%, бесплатный автосервис в течение нескольких лет эксплуатации, а также продажи в рассрочку с процентной ставкой 0%. Вы смотрели программу «Ресурсы». Все наши выпуски вы найдете на сайте 24KZ и в социальных сетях. Всего вам хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова